Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляну Дома-2 вернулись Алиса Литинская и Виталий Малышев. Лилия Четрару рассказала о своей популярности. К ней часто подходят на улицы и говорят добрые пожелания. Ну а дома в Кишиневе ей даже приходится прятаться, носить шляпы и очки, чтобы избежать излишнего внимания. Лилия с Сергеем Сахаряшем хотят устроить в Москве фан-встречу для своих поклонников. Ольге Рапунцель подарили красивый букет. Имя поклонника она не расглашает. Недавно Илья Ябаров заявил, что ребенок Ольги может быть от него. Нашли, кому верить, пишет Рапунцель, этому больному человеку, который хочет пиара. Как же вы мне все надоели. Позорник ваш, Ябаров, точно больной на голову. Виталий Альпирович, который недавно пришел к Ольге Рапунцель, оказался лжецом. У него нет строительного бизнеса, до проекта он работал барменом. Парень состоит в официальном браке, его жена Екатерина очень удивилась, увидев мужа в эфирах. Ведь он ей сказал, что нашел новую работу и уезжает в командировку. Девушка готова прийти на проект и рассказать о муже всю правду. Лиза Триандафелиди и Андрей Денисов проявляют симпатию друг к другу. В недавнем эфире показали зажигательный танец ребят, по которому сразу видно, что они находятся лишь в одном шаге от интима. Рома Гриценко признался в чувствах Кольки Бузовой. Она мне действительно очень нравится, мне стыдно за свое поведение перед ней. Понимаю, что шансов у меня практически нет, но ничего не могу с этим поделать. Маша Кахно и Дима Дмитренко опубликовали совместное фото. Маша написала, что у них общие планы на будущее, правда музыкальные. Многие зрители считают, что отношения ребят постановочные. Что уход Маши с проекта сразу после появления в периметре Ольги Рапунцель не случайен. И совсем скоро Маша с Димой придут на проект уже вместе в качестве пары. Многие подписчики спрашивают Вику Романец, когда же они с Антоном Гусевым заведут детей. Вика пишет, что к появлению ребенка нужно быть готовой, что ребенок должен быть желанный. Это не попугайчика завести. Поэтому торопиться они не будут. Будут наслаждаться жизнью, путешествовать, отдыхать, развиваться. В сети обсуждают татуировку Вики, сделанную на лобке. Что означает это изображение, она пока не пояснила. Но зато Романец рассказала, сколько стоит ее новая улыбка. В кабинете стоматолога девушка оставила миллион рублей. Вальтера Соломенцева выпускают из психиатрической больницы. У мужчины простая депрессия. Многие считали, что Курбан Амаров не утруждает себя работой. И что мужчина находится на иждивении у Ксении Бородиной. Теперь в сети появились слухи, что Амаров – наследник довольно крупного строительного бизнеса своего отца. Также у него есть и свой источник доходов. Несколько фирм с филиалами по всей России и даже в Канаде. В деловых кругах его зовут Алмазный Король. Это связано с его бизнесом. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.